Три ДТП со смертельным исходом произошли в минувшие выходные. В лобовом столкновении у подгородней Покровки, Лады Гранты и Газели погиб водитель легковушки. Еще двое пострадавших госпитализированы. В субботу вечером произошла серьезная авария, унесшая жизнь человека в центре Оренбурга. На перекрестке улицы Рыбаковской и Паркового проспекта столкнулись Джили и Лада Приора. На загородном шоссе между поселками Павловка и Изаречья в воскресенье Тойота врезалась в грузовой ЗИЛ, перевозивший техническую воду. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался. О том, что еще случилось, расскажем в нашей постоянной рубрике «Ориентировка». В воскресенье днем на трассе недалеко от Татарской Каргалы произошло серьезное ДТП. Столкнулись эвакуатор Валдай и груженный песчаногравийной смесью ЗИЛ. Автомобили получили серьезные повреждения. Лобовое столкновение произошло по вине водителя эвакуатора. Он не отрицает, что уснул за рулем и машина выскочила навстречку. ЗИЛ груженный ПГС перевернулся. Водителям обеих машин понадобилась медицинская помощь. Удивительно, но после такого удара серьезных травм водители не получили. Молодого человека, который управлял эвакуатором сотрясения головного мозга и ссадины, у водителя грузовика предварительное заключение медиков перелом костей таза не подтвердилось. Он отделался сильными ушибами. В результате этой аварии на трассе образовалась пробка. Многие автомобилисты, пренебрегая правилами, рискуя собственным здоровьем, обходили за тур по обочине. 30-летняя Оренбурженка попыталась вынести вещи из магазина, не заплатив. Приглянувшись ей футболку и рубашку злоумышленница засунула к себе в сумку и спокойно отправилась к выходу магазина. Сотрудники охраны, заподозрив женщину, попросили показать чек на покупку. Тогда она вернулась обратно, но не оставила попыток поживиться вещами. Футболку вернула на стеллаж, а вот рубашку припрятала в коляске своего ребенка, после чего попыталась незаметно покинуть помещение. Все это время молодой маме помогала родственница, перегородив проход через антикражные ворота, тележкой с продуктами и детской коляской. Сотрудники охраны все же задержали похитительницу и передали полиции. Дело передано в суд. Оренбурженке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Четверо оренбуржцев на скамье подсудимых Центрального районного суда. Да, сегодня прошло первое заседание по делу за поставку и сбыт синтетических наркотиков. Подсудимые обвиняются в совершении сбыта, а также приготовлении к сбыту наркотических средств в крупном размере. Двоим подсудимым также предъявлено обвинение в незаконной легализации, то есть отмывании денежных средств, добытых преступным путем. Простите слово подсудимого, на ознакомление с протоколом судебного седания и принесение замечательного ремонта. Между соучастниками были четко распределены роли. Инициатор заказывал из Москвы наркотические вещества, после чего распространял их по Оренбургу. Вместе с поддельниками он рискует надолго лишиться свободы. Участники организованной группы обвиняются в совершении семи преступлений. За это каждый может угодить за решетку лет на 20.